Бывший президент Украины Виктор Янукович готов сегодня сообщить украинскому следствию свой адрес проживания в Ростове на Дону Российской Федерации, сообщил его адвокат Виталий Сердюк. На сегодняшний день Янукович обратился с официальным заявлением о том, что корреспонденцию относительно вручения процессуальных документов есть необходимость присылать на адрес нашего адвокатского объединения. Во-вторых, Янукович сегодня, в четверг, сообщит следователю адрес своего реального проживания в Ростове на Дону, сказал Сердюк на пресс-конференции. Он отметил, что Янукович готов предоставить все необходимые показания следствию, но не может прибыть на Украину, так как существуют опасения за его жизнь. Кроме того, адвокат подчеркнул, что Янукович остается гражданином Украины. Как отметил Сердюк, Януковичу сообщили, что его подозревают только по двум делам, о Майдане и о Букотелекоме. По его словам, на сегодняшний день дело о разгоне Майдана приостановлено, и следственные действия по данному делу не проводятся. В конце июля Янукович согласился давать показания на суде по своему делу в режиме видеоконференции. Позднее сообщалось, что украинские следователи и защита Януковича согласовывают проведение его допроса в режиме видеоконференции. В начале 2015 года стало известно, что Генеральная прокуратура Украины начала процедуру заочного привлечения Януковича к уголовной ответственности и обратилась к России с просьбой об экстрадиции бывшего президента. Генпрокуратура заподозрила Януковича в создании преступной организации, злоупотреблении служебным положением, растрате госимущества и по ряду других статей. Глава Минюста РФ заявлял, что не получал документов о выдаче Януковича Киеву. Продолжение следует...